Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин сегодня в выпуске. Неприкрытое давление. Суд Бишкека арестовал банковские счета радио Азатык. Причина – иск генерального прокурора к нашим коллегам. Судья Джилдис Джумабаева предписала арестовать 10 миллионов сомов. Это порядка 145 тысяч долларов. Ровно столько требует за моральный ущерб Алмазбеку Атамбаеву генеральный прокурор Кыргызстана. Стремительная карьера. Сын президента Туркменистана Сердар Берды Мухамедов возглавил законодательный комитет парламента. Всего через три месяца после своего избрания в Меджлис. Главный праздник весны. Центральная Азия продолжает отмечать Навруз. Репортажи из Казахстана и Таджикистана. Когда была Советская Азия в 1934 году, запрещали, потому что думали, что это религиозный праздник. Нет, это не религиозный праздник. Это праздник радостный. Годовщина страха. Год назад в Брюсселе террористы атаковали аэропорт и станцию метро. Ретроспектива одного дня из жизни бельгийской столицы. С момента прошлогодних терактов Бельгия находится в состоянии повышенной тревоги. В Бишкеке арестованы банковские счета «Азатык Медиа» и общественного фонда «Про Медиа», куда входит интернет-издание «Заноза». Напомним, что в начале марта на Кыргызское бюро радио «Свобода Азатык» и издание «Заноза» генпрокуратура подала многомиллионные иски. У нас на связи из Бишкека наш корреспондент Шавкат Тургаев. Шавкат, здравствуйте. Что вам известно на данный момент? Здравствуйте, Динара. Да, сегодня администратор радио «Азатык» поехала в банк, чтобы совершить рутинные финансовые операции. Но там ей сообщили, что банковский счет «Азатык Медиа» арестован по решению Ленинского районного суда Бишкека. Судья Джилдис Джумабаева предписала арестовать 10 миллионов сомов. Это порядка 145 тысяч долларов. Ровно столько требует за моральный ущерб Алмазбеку Атамбаеву генеральный прокурор Кыргызстана. Однако таких денег на счету местного бюро «Радио Свобода» не оказалось. В итоге был заморожен весь банковский счет радиостанций. Сейчас юристы «Азатыка» подали встречный иск в Бишкекский городской суд, объясняя свое решение тем, что иск гемпрокурора Индира Джилдубаева нарушает закон Кыргызской республики о СМИ. Кроме того, по мнению юристов, ответчиками в судах должны быть не опубликовавшие информацию средства массовой информации, а авторы этих сведений. СМИ, как считают юристы, освобождаются от ответственности, если они дословно воспроизводят выступление. И если городской суд примет решение в пользу генеральной прокуратуры, то юристы «Азатыка» намерены подать иск в Верховный суд. Какова сейчас ситуация в редакции? Как отразилось судебное решение на работе журналистов? В настоящее время бюро «Радио Свобода» в Кыргызстане продолжает работать в обычном режиме, точно так же, как и редакция «Настоящего времени». В связи с последними событиями изменений в работе нет абсолютно никаких. Радиостанция продолжает полноценное сотрудничество с властями. Корреспонденты «Азатыка» ходят на мероприятия, на которых их приглашают, и, равно как и представители власти, приходят на радиопередачи «Азатыка». Динара. Спасибо, Шавкат. Сын президента Туркменистана Сердар Берды Мухамедов возглавил законодательный комитет в парламенте. Решение об этом было озвучено на заседании Меджлиса. Единственный сын Гурбангулы Берды Мухамедова стал проявлять политическую активность совсем недавно. Летом прошлого года Сердар Берды Мухамедов по специальному постановлению своего отца стал сотрудником Министерства иностранных дел Туркменистана. А в парламент он попал всего три месяца назад, когда был избран депутатом от Ахальской области. Как сообщает туркменская служба радиосвобода «Азатлык», он закончил в 2011 году Московскую дипломатическую академию, имеет степень доктора технических наук. По неофициальным данным, является самым крупным бизнесменом Туркменистана, которому принадлежат несколько хлопкопредельных предприятий, завод по выпуску минеральной воды и сеть гостиниц. Экологи Кыргызстана бьют тревогу водохранилища Торт-Куль. На границе с Таджикистаном все больше напоминает озеро источных вод. Водоем сильно загрязнен мусорными отходами от туристов и местных жителей. Берега водохранилища также завалены бутылками, пластиковыми пакетами и даже одеждой. Вода в озере Торт-Куль может представлять серьезную опасность для здоровья боткенцев, считают в местном отделении госэкотехинспекции. Жители района используют воду не только для полива и хозяйственных нужд. Многие из них берут воду для питья прямо из водохранилища. Мы пьем эту воду. Скоро здесь начнется купальный сезон, в июне-июле. Что будет тогда, вообще не представляю. Люди, которые приезжают сюда, оставляют после себя одежду, шприцы и прочее. Часть мусора, по словам местных жителей, приносят втекающие в озеро реки. Некоторые из них берут начало в соседнем Таджикистане. Поэтому определить, какие именно реки ухудшают и без того плачевное состояние водохранилища, трудно. Редкие мероприятия по очистке берегов водоема ситуацию не улучшают. Многие вирусы и бактерии выживают даже в спиртовом растворе. Вода для них питательная среда. Поэтому в озере могут существовать очень многие опасные инфекции. В Таджикистане празднуют Навруз. Основные торжества в этом году проходили при участии президента республики Имамали Рахмона в Душанбе и городе Турсун-Заде. В театрализованных представлениях были задействованы тысячи человек. Артисты, певцы, музыканты приехали со всей страны. Навруз – это главный праздник весны и отмечается он повсеместно. Как проходят праздничные мероприятия в Таджикистане, расскажет Анна Шервон-Арипов. Древний праздник Навруз в Таджикистане отмечают с широким размахом. В театрализованном представлении в городе Турсун-Заде приняли участие десятки творческих коллективов со всей страны. Певцы и музыканты готовились к торжеству особенно. Практически все тексты, песен и музыка прозвучали со сцены впервые. Речь в них идет о пробуждении природы, возможности всепрощения, посеве нового урожая, о добре и взаимопомощи. Мы готовились месяцами, и эта песня была написана специально к празднованию Навруза. Песнь про дождь, которая является одним из обязательных атрибутов весны. Он необходим, например, для сельского хозяйства. К празднику готовились с января. Специально для торжеств лучшие модельеры страны сшили тысячи костюмов. В представлении принимали участие 9 тысяч человек, и все должны были знать свои роли, синхронно двигаться и танцевать, создавать на сцене сложные фигуры, видимые с высоты трибун. Большинство участников – не профессиональные артисты. Это школьники, студенты или просто волонтеры. Два месяца репетировали. Очень надеемся, что всем зрителям понравится. На это масштабное представление люди приезжали целыми семьями. Мы пришли всем коллективам преподавателей нашей школы. И всем счастливого Навруза желаем. Приехали на праздник Навруза. Это моя жена и дочка, соседка. И тоже соседи наши. Чтобы праздник отмечали. И чтобы всем весело, хорошо. Шоу получилось веселым, шумным и, несмотря на моросящий дождь, очень ярким. Артисты решили раскачать публику. И у них это получилось. Танцевал даже президент Республики Таджикистан Эмумали Рахмон, который специально приехал на торжества в город Турсунзаде. Он поздравил всех сограждан с праздником и, цитирую, напутствовал их на добросовестный труд во имя благоустройства и процветания страны. Согласно добрым традициям предков, с наступлением весны Навруза на нашей земле начинается период полевых и других созидательных работ, украшения улиц и проспектов. Затем официальные торжества, посвященные Наврузу, переместились в столицу Таджикистана Душамбе, в так называемый Наврузгох. Комплекс на тысячи зрителей, построенный пять лет назад специально для этого праздника. Здесь прошло еще одно большое театрализованное представление с участием таджикских звезд, гостей из Узбекистана и Афганистана. Завершилось представление пятиминутными фейерверками по всему городу. В крупных парках Душамбе в день Навруза прошли концерты, звезды эстрады, массовые народные гуляния и фестивали. Вокруг комплекса Наврузгох были установлены деревянные топчаны с традиционными угощениями и главным блюдом Навруза – суманак. Эту сладкую халву из пророщенной пшеницы варят на огне. А чтобы суманак получился действительно вкусным, обязательно при приготовлении нужно петь песню, которая так и называется «Суманак». Торжества проходят в каждом районе и квартале столицы. Мужчины украшают дворы и дома, расставляют столы. Женщины готовят угощения. Отмечают Навруз в университетах и школах. В этой школе праздник не пропустил никто. Ученики принесли с собой традиционные блюда Навруза – самбусус, сиалав, суп из дикого лука, плов и сладости. Мы празднуем Навруз. На столах, которые были подготовлены силами родителей, силами детей, представлены те блюда, которые обязательно должны быть на праздничных столах. Празднования Навруза и официальные выходные в Таджикистане продлятся до конца недели. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Таджикистан. Праздничные мероприятия проходят и по всему Казахстану. В республику Навруз вернулся всего 25 лет назад с обретением независимости. В 1936 году его празднование было запрещено советской властью. Но в современном Казахстане Навруз снова стал одним из самых главных праздников, который отмечается, несмотря даже на холодную погоду. В этом году в северных районах республики в ночь на 22 марта столбики термометров опустились до минус 15 градусов. Как казахстанцы отмечают любимый праздник, расскажет Айнур Коскина. День весеннего равноденствия, праздник Наурыс в Казахстане – одно из главных событий в году. Первыми его начинают праздновать жители западных регионов страны. 14 марта в Мангистауско-Атрауско-Октюбинской и Западно-Казахстанской областях начинается праздник Амал, которому предшествует обряд Куэрсу. Казахи объезжают всех своих родственников для того, чтобы просто поздороваться и узнать, все ли живы-здоровы после суровой зимы. «Начиная с 14 марта начинаем праздновать. С поздравлениями, что прожили еще один год, мы ходим друг к другу в гости, и у нас начинается обряд Куэрсу. Затем начинается праздник Амал, и только потом наступает праздник Наурыс». Корни Наурыза уходят в эпоху зороастризма. Это Новый год по астрономическому солнечному календарю у иранцев и тюркских народов. Сейчас никто и не знает, чем не понравился этот праздник советским идеологам, но 55 лет Наурыс был под запретом. «Когда было в 1936 году, было запрещено, потому что думали, что это религиозный праздник. Нет, это не религиозный праздник, это праздник бесстный, праздник радостный». 75-летняя Азера Ахметова рассказывает, что в ее родном селе Наурыс праздновали и во времена СССР. «Я жила в деревне. В детстве мы праздновали Наурыс, варили Наурыс в Коже и ходили друг к другу в гости. Взрослые говорили, что этот праздник под запретом, но казахи в деревнях его праздновали всегда, даже в советское время». Главное праздничное угощение Наурыс в Коже. У каждой хозяйки свой рецепт его приготовления. Незыблемое правило использования семи компонентов, среди которых должны быть вяленое мясо, кисломолочные продукты, злаки и крупы. «Перед тем, как смешать это все, когда в хазан все уложат, всегда пожелания к лучшему, чтобы у нас всегда достаток был, здоровье было, взаимопонимание и единство. Вот эти все пожелания, когда мы бросаем ингредиенты, мы всегда желаем». В этом году вместе с жителями Астаны праздник Наурыс отмечал и президент Казахстана. «Демократичный выход в народ поразил не только организаторов, но и гостей праздника. От желающих сфотографироваться и поздороваться, Назарбаева ограждала охрана». В дни праздника городские жители вспоминают навыки национальных игр «Асакату», «Казахшакрес», «Аркан-Тарту». В современном Казахстане проживают представители 125 наций и народности. И для всех Наурыс – это семейный праздник. «Мы отмечаем, конечно, бешбармаг будем делать, конечно. Все отмечаем, гости приехали ко мне, с России приехали, с других городов приехали. Все будем отмечать». По преданию, в Наурыс мифический персонаж Кадрата ходит по домам, где есть единство и взаимопонимание, чтобы зажечь огонь благополучия и достатка. Поэтому отсчет нового цикла в жизни начинается именно с этого праздника. «Наурыс! Горде Волсон!» Айнур Коскин, организатор «Успанов», «Настоящее время». Далее в программе. Годовщина страха. Год назад в Брюсселе террористы атаковали аэропорт и станцию метро. Ретроспектива одного дня из жизни бельгийской столицы. С момента прошлогодних терактов Бельгия находится в состоянии повышенной тревоги. Британский парламент прервал свою работу. Рядом с его зданием произошло нападение. Пострадали по меньшей мере 12 человек. Как стало известно, водитель легковой машины наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне рядом с парламентом. После чего вооруженный ножом мужчина прорвался на территорию Вестминстерского дворца и напал на полицейского. Нападавший был застрелен охраной. Представители парламента сообщают о двух погибших. Возможно, речь идет о еще одном нападавшем. Район происшествия был оцеплен. Парламентарии оставались внутри здания. Премьер-министр Тереза Мэй, по сообщению пресс-службы, также в безопасности. Бельгия вспоминает жертв терактов. 22 марта прошлого года в Международном аэропорту Брюсселя раздались два взрыва. Затем последовал третий на станции метро Мальбек. В результате погибли 32 человека. Более 300 были ранены. Ответственность за атаки взяла на себя группировка «Исламское государство». Как изменилась жизнь тех, кто выжил? И стало ли безопаснее в бельгийской столице год спустя? Рассказывает Григорий Жигалов. Станция метро Мальбек, на которой прогремел один из взрывов, расположена всего в минуте ходьбы от основных офисов Европейского союза, Еврокомиссии и Совета ЕС. Сегодня утром ее снова временно закрыли. Тут вспоминают жертв теракта. На этом месте погибли 16 человек. «Мы вместе» – самая заметная фраза над «Красным сердцем». Это часть стены, на которой люди оставляли свои соболезнования и слова поддержки в первые дни после атаки. Слово в подтверждение – вот главный имам Брюсселя плечом к плечу с главным раввином города. Здесь же король Бельгии Филипп и королева Матильда. Сопровождение тех, кто выжил в прошлогоднем ужасе и родственников тех, кто погиб. «Год назад после взрыва на тротуаре кто-то сказал мне – сегодня первый день вашей новой жизни. Тогда это звучало для меня несправедливостью, но сегодня превратилось в факт, который нужно принять. Да, наши жизни изменились. Мы должны научиться жить в опасности». Международный аэропорт Брюсселя. Здесь прозвучали первые два взрыва. Тут также погибли 16 человек. Это случилось в 7.58 утра. А сегодня в этот момент шумный зал ожидания на минуту погружается в тишину. Сразу после атак на головы бельгийских силовиков посыпалась критика, мол, спецслужбы работают неэффективно, а некоторые районы Брюсселя, населенные мигрантами, превратились в удобные места для радикалов. Теперь власти Бельгии говорят, они вынесли уроки из трагедии. «Мы знаем, что бы мы ни предпринимали, но когда есть люди, которые становятся смертниками ради того, чтобы уничтожить как можно больше людей, мы не можем гарантировать полную безопасность. Это значит, что мы должны постоянно повышать нашу защиту». Эксперты в области безопасности тем временем предупреждают о новой угрозе. Число радикализированных сторонников джихадистов, воевавших в Сирии и Иракии, возвращающихся в Европу, слово «обладателей европейских паспортов» в ближайшие месяцы будет расти. Впрочем, с момента прошлогодних терактов Бельгия находится в состоянии повышенной тревоги. Из Брюсселя Григорий Жигалов, Марек Гайдук. Радио «Свобода» специально для «Настоящего времени». Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, получал многомиллионные гонорары от российского бизнесмена Олега Дерибаски, якобы за продвижение на Западе российских политических интересов. Эту информацию обнародовало агентство Associated Press, сославшись на результаты собственного расследования. По данным агентства, в 2005 году Манафорт занимался разработкой стратегического плана, который мог, цитата, «принести значительную выгоду правительству Путина». А в 2006 году Манафорт заключил с Дерибаской контракт, в рамках которого ежегодно получал оплату в размере порядка 10 миллионов долларов. В комментарии по запросу Associated Press Манафорт подтвердил, что работал на Дерибаску, однако заявил, что это касалось только бизнеса, и никакой политической подоплеки у их сотрудничества не было. «Я работал с Олегом Дерибаской почти 10 лет назад и представлял его интересы по деловым и личным вопросам в тех странах, где он размещал инвестиции. Моя работа для господина Дерибаски не была связана с представлением политических интересов России». Представители Дерибаски также подтвердили, что Манафорт выполнял консультационные работы по контракту, но исключительно в интересах бизнесмена. Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб Трампа, сложил себя полномочия за несколько месяцев до голосования. Поводом для его ухода стали сообщения американских СМИ о его связи с Украинской партией регионов и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Сообщалось, что Манафорт получил от этой политсилы в общей сложности почти 13 миллионов долларов. Российской участнице Евровидения Юлии Самойловой запретили въезд на территорию Украины. Такое решение приняла служба безопасности этой страны. Запрет будет действовать три года. Это значит, что российская певица не сможет принять участие в Евровидении 17, которое пройдет в мае в Киеве. Причиной запрета стало выступление Самойловой на концерте в Крыму в 2015 году. По украинским законам, въезжать на аннексированный полуостров можно только с территории Украины. Самойлова же прилетела в Крым из Москвы. Российский МИД назвал решение СБУ, цитата, «возмутительным, циничным и бесчеловечным актом». И завершить сегодняшнюю программу мы хотели бы еще одним репортажем о праздновании Наурыза в Алма-Ате. В этом году официальные праздничные мероприятия впервые прошли на новой площадке в атлетической деревне, построенной к прошедшей зимой универсиаде. На праздники побывал наш корреспондент Дмитрий Беляков. Алма-Атинцы с большим интересом отнеслись к новой праздничной площадке. В центре атлетической деревни микрорайон посетили тысячи желающих отпраздновать День весеннего равноденствия. На центральной площади установлены юрты. Гостей развлекали аниматоры в национальных костюмах. Пришедшие на праздник могли познакомиться с бытом казахского этноаула и сделать фотографию на память. По традиции каждый желающий смог проверить себя в состязаниях на силу и ловкость. Перетягивание каната, армрестлинг, национальная борьба, казакша-курес по итогам всех соревнований победителям вручались призы. Для тех, кто хотел продемонстрировать народу свою недюжинную силу, заранее подготовлен живой баран. Самые крепкие из состязающихся смогли присесть с 50-килограммовой тушей на плечах более сотни раз. Рядом с площадью, где проходили основные празднества, ремесленный центр. В обширном помещении стоят десятки прилавков с товарами ручной работы, картинами, музыкальными инструментами, керамическими изделиями. Рядом с выставленными товарами можно понаблюдать за работой мастера и задать ему интересующие вопросы. Самую простую фигурку надо сделать, побольше тренироваться. Все равно трудиться нужно. Большой популярностью в последнее время в Казахстане пользуются компании, производящие так называемое приданное. Это комплекты постельного белья, одеяла, подушки, подстилки из шелка и бархата, расписанные национальными узорами. Рая Шурманова говорит, что простой комплект будущей невесты у них можно заказать примерно от 1000 долларов США, а полная экипировка может обойтись родителям девушки и в 5000. При этом продукция пользуется большой популярностью, говорит Рая, и заказы уже расписаны до августа. Мне очень приятно то, что сейчас молодежь, вот скажем, такая городская молодежь, которая абсолютно не ведала, бабушки сейчас городские, очень интеллигенты, не занимаются этим. Но сейчас приятно то, что молодежь приходит, девушки сами, и сами себе выбирают вот эти корпешки. В предпраздничные дни в Алма-Ате было прохладно, даже ночью выпадал снег. Однако на сам Наурыс погода расщедрилась, и температура поднялась до плюс 10 по Цельсию. Поэтому в программу мероприятий вновь были включены и выставки ловчих птиц, и выступления кочевого цирка. Празднование сопровождалось концертом с участием звезд, а финальную точку традиционно поставил праздничный салют на центральных площадях города. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале Настоящее время в YouTube. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин